Всем привет! Сегодня мы продолжаем говорить о знаменитых мировых актерах, а вот тема видео будет довольно щекотливой. Ведь не секрет, что экранные образы очень часто в корне расходятся с тем, кем человек является на самом деле. И скажем, актер, который всю жизнь играет крутых мачо или героев-любовников, втайне или уже и нет, может оказаться геем. Ну а жаркая красотка, соблазнительница мужчин в действительности вообще интересоваться только девочками. Именно о первых из них, актерах, геях, чьи экраны и амплуа кардинально разнятся с реальностью, мы поговорим прямо сейчас. И советую смотреть до конца, там будет много неожиданных имен. Ну а первым в нашем списке пойдет Том Харди. И это, конечно, может кого-то удивить или даже возмутить, мол, как? Но погодите, ведь в самом деле актер сейчас женат и воспитывает троих детей, а уже его экранные роли так и вовсе образец мужественности и харизмы. Безумный Макс, Темный Рыцарь, Рок-н-ролльщик, Воин, Легенда, Веном, Острые Козырьки и многие другие работы актера, все они как один в большей или меньшей мере представляют его крутым мужиком, который идет через все преграды и является прям примером для подражания. Но сам Харди еще много лет назад, когда он был существенно моложе и, видимо, менее рассудительным, признался, что в юности увлекался парнями. Вот цитата. «Конечно, в молодости я забавлялся с мужчинами. А как же, я ведь актер. Но я уже наэкспериментировался, с меня хватит. Другое дело, что мне нравится дружить с геями. Я всегда прислушиваюсь к мужчинам нетрадиционной ориентации в вопросе выбора обуви. Я отнюдь не метросексуал, но меня можно назвать маменькиным сыночком», — сказал Харди. И хотя в будущем он говорил, что те слова были истолкованы неверно, именно крайне агрессивная и не сдержанная реакция Харди на вопросы о его ориентации только доказывает, что в признании актера есть много правды. Как бы там ни было, но, конечно, прям на 100% в наш сегодняшний топ он все-таки не вписывается, чего не скажешь о следующем имени — это Люк Эванс. Британский актер уже крепко-накрепко закрепил за собой статус настоящего героя. Судите сами, роли в таких фильмах, как Хоббит или Мидуэй, Форсажах, Мушкетерах и многих других однозначно сформировали вокруг Эванса ауру мужественности и даже некой героизации. Причем, в отличие от многих его коллег, даже с нотками ностальгии, ну, дескать, вот тот типаж героя джентльмена истинного мужчины, который сейчас уже практически утрачен. Но каково же, наверное, было удивление всей женской фанбазы актера, а такой у него, уверен, хватает, когда оказалось, что Люк Эванс не просто в жизни не является дамским угодником, в отличие от многих своих ролей, но и вообще интересуется исключительно мужчинами. Сам актер сказал, цитирую, «Все знали меня как гея, и в моей жизни в Лондоне я никогда не пытался это скрывать». С тех пор, конечно, ролей, причем и героев-любовников, у него меньше не стало, но разочарование среди женской части его поклонников, уверен, поприбавилось. Но даже этот пример просто невозможно сравнить с тем шоком, который испытали зрительницы по всему миру в связи со следующим нашим героем. Это Жан Маре. Конечно, более молодой части аудитории данное имя особо много, может и не скажет, но на протяжении долгих десятилетий это был, наверное, самый популярный французский актер, известный и горячо любимый по всему земному шару. Причем из-за привлекательной и мужественной внешности Жану Маре частенько давали играть героев-любовников, ну или как минимум просто крутых мужиков. Ярким примером такой роли, за которую, собственно, актера горячо полюбили и во всем бывшем СССР, стал журналист Фандор, который на протяжении ни одного фильма все боролся с загадочным Фантомасом. Конечно, миллионы женщин в те годы просто сходили с ума от мужественного француза, даже не подозревая о том, что женщины его не слишком интересуют. Нет, у Жана Маре, как водится, была жена, но настоящим спутником его жизни стал поэт и режиссер Жан Кокто. Вместе они прожили более 25 лет, вплоть до смерти последнего. Разумеется, у нас в Союзе об этом мало кто знал, и советские женщины продолжали втайне вздыхать по красавцу Фандору, но от правды никуда не деться. Что ж, следующий наш персонаж, может, и не был настолько популярен среди женской половины аудитории, как в свое время Жан Маре. Но никто не будет отрицать, что он, как правило, играл роли очень властных, харизматичных и крутых парней. Я говорю сейчас о Кевине Спейси. Карьера этого 60-летнего актера началась много десятилетий назад, и за это время он успел получить просто невообразимое количество наград. Два Оскара, сняться во многих фильмах, а еще более 10 лет назад, быть на должности художественного руководителя одного из престижнейших и старейших британских театров Old Week, в котором, помимо всего прочего, Спейси еще и был одним из ключевых артистов. В общем, конечно, даже несмотря на то, что актер никогда не был женат и вообще очень трепетно всегда скрывал свою личную жизнь, его признание о том, что он гей, стало, мягко говоря, огромной неожиданностью для миллионов зрителей со всего мира. Конечно, в первую очередь из-за образа некого Мачиста, который за годы карьеры выстроил вокруг себя Кевин Спейси. Хотя теперь стало ясно, что это скорее был, так скажем, отвлекающий маневр. Правда, в последние годы у актера начались очень серьезные проблемы. После обвинений сразу нескольких человек, в том числе и молодых актеров, по отношению к Спейси, в общем счете их набралось, кстати, ни много ни мало, аж 15 человек, актер стал настоящим голливудским изгоем. Netflix заявили, что прекращают сотрудничество с ним в рамках суперпопулярного проекта «Карточный домик». Некоторые награды Спейси были отозваны назад и даже вырезаны уже готовые сцены из фильма, например, «Все деньги мира». Короче говоря, Голливуд не прощает подобных вещей и теперь дальнейшая карьера некогда мега-успешного актера под большим вопросом. Что ж, в чем-то похожее ситуация сложилась и со следующим нашим героем-геем, это, как ни странно, Джон Траволта. Почему, как ни странно, ну потому что в виде этого актера с самого детства у меня лично никогда и мыслей не могло возникнуть, что вот этот крутой мужик на самом деле гей. Вспомните только роли Траволты в фильмах «Криминальное чтиво», «Без лица» или «Опасных пассажирах», да он, черт возьми, играл, если не лютого отморозка, то просто чела, у которого уровень тестостерона зашкаливает. Но в результате оказалось, что на самом деле все это тоже было в некотором роде ширмой, как и его брак с голливудской актрисой Келли Престон. Так вот, разговоры о том, что на самом деле Траволта гей начались еще в конце 90-х. Тогда папарацци, которые постоянно следили за уже на тот момент супер популярным актером, запечатлели Траволту с другим мужчиной. Причем парочка вела себя явно не как просто приятели. Потом нашлись и многие источники, начавшие распространять информацию, мол, актер на самом деле является геем, но не хочет в этом признаться, предпочитая держать все в тайне. Затем были еще и скандалы, обвинения нескольких мужчин, в том числе пилота и двух массажистов. Каждый раз дела не доходили до суда именно по просьбе самих истцов, то есть, видимо, все вопросы удавалось решить мирно. Но, само собой, после подобного за Джоном Траволтой накрепко укоренился статус гея, но не открытого, что по теперешним меркам как раз и считается чем-то постыдным или даже аморальным, в отличие от коллег, которые решили не скрывать всей правды о том, кем они являются. А вот, например, кумир миллионов и один из величайших актеров всех времен, как оказалось, не слишком боялся мнения общества. И вправду, ведь, как считают многие критики и зрители, мировое кино разделилось на до и после Марлона Брандо. Ну а признание и количество наград этого актера, среди которых и Оскар, и Канская пальмовая ветвь, Эмми, Золотой глобус и многие другие, просто поражает. Ну и, разумеется, обладая очень мужественной внешностью и колоссальной харизмой, роли Брандо доставались, как правило, героев-любовников или просто главных мужских героев. Чего только стоят последние танго в Париже или легендарный Дон Карлеоне из Крестного Отца. Понятно, что многие миллионы женщин со всего мира просто сходили с ума по голливудской звезде. А он, в свою очередь, как-то признался своему биографу, цитирую, «Как и у многих мужчин, у меня тоже были разные гомосексуальные отношения, и мне не стыдно. Я никогда не обращал внимания на то, что люди обо мне думают». Кстати говоря, это чистая правда, и Марлон Брандо – это один из немногих актеров, будь то своего времени или нашего, которые могут получить желаемые роли в кино вне зависимости от того, что происходит в их личной жизни или каких взглядов они придерживаются. Такой роскошью, конечно, могут похвастаться только избранные, в слово в их число входит и сэр Иэн Маккеллин. Этот актер стал очень популярным у себя на родине Великобритании еще в 80-е годы, а вот всемирную известность он обрел лишь в конце 90-х, начале 2000-х, играя роли царя Николая II, суперзлодея Магнета, ну и, конечно же, всеми любимого Гендальфа в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». И, может быть, конечно, эти роли нельзя назвать прям мачо в классическом смысле этого термина, но согласитесь, что в любом случае Маккеллин играл очень харизматичных, властных, а порой даже жестоких персонажей. При этом актер открыто признался в своей гомосексуальности еще в 1988 году, и в дальнейшем он не раз говорил о том, что жалеет, что не сделал этого ранее. А еще примечательный факт, что Иэн Маккеллин был одним из первых открытых геев, кто удостоился Великобритании рыцарского титула. О жизни ветерана кино снимали фильм, короче, никакие перемены не смогли пошатнуть позиции признанной звезды мирового кинематографа. Причем Иэн Маккеллин оказался еще и одним из немногих своих коллег по фильмам «Властелин колец», кто с огромным энтузиазмом воспринял новость о съемках сериала от Amazon и даже рвался в бой, чтобы далее играть роль Гендальфа. Но по ряду причин это оказалось, увы, невозможным, хотя, разумеется, ориентация как раз тут была совершенно ни при чем. Что ж, ну и напоследок, еще один участник нашего списка – это Уэнтворд Миллер. 47-летний американский актер и сценарист еще в конце 90-х стал звездой сериалов, снявшись в бафе «Истребительницы вампиров». Молоденькие девушки со всего мира тогда сохли по актеру, и эта ситуация еще усилилась, но разве что с тем изменением, что фан-база стала слегка взрослее после участия в сериале «Побег», где Уэнтворд сыграл главную роль. Конечно, до и после этого были и другие роли, в частности в кино, но как-то так получилось, что Миллер больше всего запомнился своими ролями именно в сериалах, помимо прочих еще и «Флэш» или «Легенды завтрашнего дня». Причем благодаря своей моложавой наружности и мужественному образу, актер не раз входил в рейтинг самых завидных женихов и объяснял отсутствие семьи только плотным рабочим графиком. Вплоть аж до 2013 года, когда Уэнтворд Миллер открыто признался в своей гомосексуальности, причем очень интересным способом, в письме организаторам Санкт-Петербуржского кинофестиваля. После чего, конечно, все вопросы были сняты к превеликому разочарованию многих женщин и, возможно, радости немногих мужчин. Что ж, такие они наши сегодняшние участники. Кстати говоря, подобная история сейчас и среди актрис, с которой всю жизнь играли покорительниц мужских сердец, а по факту оказалось, что мужики в жизни их вообще не интересуют. Так что, кто хочет продолжения, пишите об этом под видео и ставьте пальцы вверх. Как только их соберется более 5000, я выпущу второй видос. На этом у меня все, увидимся, услышимся и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok